для этих рецептов нам понадобится для первого рецепта пачка кефира для второго рецепта пачка молока и лимон для первого рецепта пачка нашего кефира отправляется в морозилку до полного достаем кефир из холодильника видите у меня застывший аккуратно снимаем оболочку и выкладываем брикет застывшего кефира вот в такую емкость с ситечком если у вас есть все у вас есть сито помельче то лучше его у меня другого нет поэтому на это можно еще застелить марлечкой оставляем брикет кефира оттаивать но вот такой творожок получился у нас из кефира за ночь у меня кефир отек вот получилась сыворотка и вот такой творожок творогом это не назовешь что-то между творожной массой и сметаной если добавить сахара будет очень-очень вкусно и можно использовать как на маску на хлеб если кефир хороший то получается вот такая баночка скажу сколько здесь грамм вот 085 литра очень такая увесистая баночка вкусняшка готовьте пробуйте всем приятного аппетита для второго рецепта выливаем пакет молока литр в кастрюлю и ставим на медленный огонь из лимона вытавливаем весь сок молоко нужно очень хорошо прогреть но до кипения не доводить практически до кипения в этот момент выливаем весь выжатый нами сок размешиваем выключаем видите как сыворотка отделилась от творога вот такой творог получается из молока и лимона остекшую сыворотку можно использовать для выпечки блинов ну или еще для для чего-то творог обладает мягким молочным вкусом и лимон практически не ощущается еще такой творог называют творог долгожителей